Всем добрый вечер, дорогие зрители! Мы вновь рады приветствовать вас сегодня в рамках нашего эфира, посвященного киберспортивным соревнованиям наших танков онлайн. Сегодня на повестке дня у нас освещение полуфинала Blitz номер 37. Он будет проходить в формате хрвр, и что особенно меня радует, на карте Парма. Соревноваются на свою очередь такие команды, как All и Line of Real. Я думаю, что оба коллектива попытаются показать максимум от себя зависящего, дабы пройти в финал этой сетки. Ну что ж, пока наши команды готовятся к началу первого раунда, я не упущу возможность представить себя и своих коллег. Итак, за видео отвечает наш доблестный оператор Гроза Объектива Михаил Иммортал Хиродов. Комментировать буду я, Генрик22, а также мой напарник и коллега Азамат01. Азамат, привет! Да, привет, Генрик! И давай сразу пройдемся по составам игрокам. Я, пожалуй, назову команду OvalS. Ну и за OvalS у нас будут отыгрывать Рома Форд, Кроули, I Will Never Lose, Second Wind, Бро Ветер и Сачая. А в свою очередь коллектив Line of Real представляет следующие игроки. Reacted, T-Back, Successful, Safe, Offender и 405. Ну и вот дэлиты у нас как раз-таки произошли. Вижу здесь игроки уже начинают перестреливаться. И также заметно, что Бро Ветер отжимает здесь правый балкон. А это значит, что он может пока там настреливать и делать очень грязную работу. Обе дэшки уже выпали. И потихоньку дэшники готовятся к выдвижению на базы противников. Offender уже очень успешно подхватил флаг и довез практически до своего до кончика. Но сразу три противника готовы его отфокусить. Кроули пытаются сблизиться, но у него не так много показателей жизни, как хотелось. Offender неплохо попытался сбить, но кровлю вовремя выровнял. Reacted, T-Back выдает выстрел и флаг остается на своем месте. Отлично! Можно было подхватывать, но слишком бешеный фокус. Там есть на перехвате I will no more loose. И также Сычай на дэшке, который расстреливал. Кстати, ему надо было остаться на балконе. Но тем не менее, все же неплохо сейчас зашел по респам и настреливает. Вот есть явные проблемы. Еще секонд на двойных. Также Кроули есть на дэшке, и Бро Беттер есть. Но можно, в принципе, увозить тут очень большие проблемы. Четыре хиньих находятся на базе своих оппонентов. Более того, два из них располагают дэшками. И действительно, на какой-то период времени, краткий, но все же не полностью снесли респауны противников. Теперь нужно пройти ту самую заветную 100-метровку, которая не раз была препятствием для любого коллектива. Ведь именно на ней чаще всего происходят возвраты. Так что, если красные смогут грамотно отфокусить, при этом попеременно перемещаясь ближе к базе противнику, они все еще могут вернуть, ибо дистанция до доставки еще далека. Ну да, ну и нельзя забывать, что это у нас ХРВР, тут могут быть и респы, также можно и выживать на третью рельсу, это все возможно. Ну и я пока не вижу ни одного перехвата от красного игрока, а это значит то, что возможно... Будет доставка, потому что паровозик довольно внушительный, но убьют сейчас еще Сащи, нам будут вновь респы, и не успеют красный доехать до того периода, пока новый игрок не отрезкает и не доставит. Вот уже 3 целых. Беттер должен ставить, и Беттер доставляет. Да, есть доставка, это у нас первый флаг для синей команды, и на этом они не заканчивают. Вот тут пытался секонд заходить, но сбивают, очень неприятно. Ну и пока что я вижу, двойные есть коробки у синей команды, вот с респа можно было бы и подобрать кому-то. Я думаю, синий не применил это сделать, по крайней мере, кто-нибудь да отрезается, да заберет флажащий. Главное, что пристал он был наверху, потому что очень часто игроки поднимаются снизу порою и ловят выстрелы. Уже, собственно говоря, бит им не так комфортно отыгрывать на ДА-шке, как это было бы при иных раскладах. Но пока что очень своеобразная попеременная стрельба. Сейчас Браво Беттер, Рома Форд, Кроули пытаются зайти на базу противников, Рома Форд забирает ДДшечку, и Кроули также ориентируется на всю чудную красную коробку. Саша, тем временем, забрал двойные и уже подхватывает флаг противника по нему. Есть один выстрел, будет, скорее всего, и второй. Нет, Тебек промахивается и на три рельсы все игрок продолжает движение. Ну там, Браво Беттер еще помогал, да. Да, действительно, есть он на нейтре, но также можно отметить, что у красной команды сейчас прямо на респах два ДДшных игрока были. Плюс еще есть секонд, ну, я не знаю, тут большие проблемы. Помимо того, что увозят, да еще и респы у них зачищают. Ну, явные проблемы есть и вот конвейером, то эти флаг пытаются вести Браво Беттер сейчас. Но я не знаю, тут есть тропа движения. Все, возможно, будет вторая, но он успевает это сделать. Да, есть доставка и это у нас уже 3-0 вот на парме, но это большой счет. Хотя я видел и 4-0, это было у нас на Domination Series, но там, конечно, не Hairware, был все же Light. Ну вот здесь тоже ближе к этому формату и вот пытается здесь увозить красный игрок, но, понятное дело, тут есть Браво Беттер, есть Will Never Loss и вот возврата. На противоположном фланге есть Рома Форд, который пока что отдыхает. Хотел похвалить за то, что он забрал двойные на базе противника, все-таки это внушительный вклад. Потенциальный УОЗ, но очень неудачно перевернулся в минус. Что ж, бывает. Двойные падают на их собственной базе, я думаю, Second Wind сможет их забрать без какого-либо повреждения собственного танка. По крайней мере, почти все красные, либо на респах, либо ориентируются на отражение ближней атаки. Successful пытался что-то сделать, но тоже очень быстро отправился на резку. По сути, Line of Reel вновь находится на своей базе, в то время как Second Wind забрал фулку и уже угрожающими темпами приближается к флагу. И очень много фокуса сейчас пролетело по нему и остается он буквально на одну рельсу. Почему его не добить бы сейчас? Ведь он будет делать большие проблемы. Он должен его добить. Successful 3, Spitz Offender также, но 4 синих игрока выступила с правого фланга. Благо для красных фестивей, плюс ко всему открытливый фланг, можно перехватывать. Но на перехвате ведь всего лишь один китбэк, который погибнет. Либо от прострела справа, либо от дейфера. В общем, тут множество вариаций. Ну и вот пока что дропа особо нету, хотя вот Will Never Lose сейчас на ДД. Это значит, что он будет делать большие проблемы. Вот сейчас сливает дейфера как раз таки и в этот момент Сачай может увозить. Только немножко не понимаю, что он делает. Но тем не менее, я надеюсь, сейчас он начнет это движение, будет увозить. Но есть там респаун от красного игрока. Хорошо сбивает, более того, переворачивает реклита в минус. Великолепная игра. Брабеттер подхватывает. Продолжаю намерение своего игрока довести. Пока что вновь ничто не предвкушает беды. Саксвелл единственный, кто может по нему отстреляться. Через 105-ти бэк также респец, но есть один выстрел. Но большая часть красных опять находится на собственной базе. Будет схват влага, типа, далеко не уйдет. Ну вот, баг пытался, да, есть предоставил, но есть Офинджер, который может сейчас вернуть. Два выстрела должно быть. И на его рахоте промахивается, все же подстраховал тут его Second Wind. Саксвелл 405 заходит, но... Тоу, или сбивает. Ничь, ничь, и длеза же не должен доставлять. Если не он, то я ловил на Эверлуз, который... Или Second Wind. Но это у нас еще длинная. Коллектив Line of Real попросту отдает все припасы. Они теряют ДА, которая падает у них на базе. Которая, по сути, но очень тяжело потерять, потому что она максимально близко к своим собственным респам. Я понимаю, можно упустить ДД, которая на подъеме, ближе к центру карты. Туда нужно еще заехать, забрать, отстрелять противников. Но они почти все припасы теряют. И это заставляет их находиться почти постоянно на респах. В некоторых случаях они пытаются разжаться, делают одиночные двойные заходы. Но опять, в коллективе, ловить момент, забирают дропы и отражают в противниках на респе. В те временем, Эверлуз все-таки забрал аптечку, как ты верно подметил. И будет продолжать свое движение вновь. И что-то подсказывает мне, что счет станет 5-0. Ну, просто весь дроп у нас забирает синий коллектив. Но никакого шанса не оставляют красным игрокам. И фокус у них летит, и все у них есть. Ну, я не знаю там. Ладно, ДДшки ты правильно отметил. Отдавать еще можно, потому что там не всегда респы. Там, понятно, еще доехать надо. Но вот на ДАшку как можно отдавать? Это вот как можно пропустить игрока до респов? Вот это я не понимаю. Ну, я понимаю, один раз отдать ДАшку, да, может быть, очень массовая атака противников. Но три раза подряд это действительно говорит о плохом качестве контроля дропа. Ну, и в этом есть явный проблем. Вот опять ДАшка есть, но надеюсь, тут уже Васпик-то заберет. Да, есть подхват ДАшки, но тут уже все поздно. Тут 5-0 просто горят у нас красная команда. Но я надеюсь, что вот этот Васпик на ДАшке сейчас сделает атаку. Но там, конечно, есть Кроули, который будет до конца штурмовать свой деф. Я очень хочу верить во флаг престижа, что мы его видим в этом раунде. Но Фендер уже потерял три четверти показателей жизни. И теперь пока что, да, прощается и с тем, что у него было. В то время как Second Train вновь ввез, падает ДАшка на базе синих. Типбэк намеревается перехватить, должен попытаться довести флаг. Делает неплохую обманку, будет спускаться в нижнюю гробку и пытаться довести флаг. Кроули ДАшечку нет, не забирает, погибает. Трама Форд. Подбирает двойную броню и уже на ней будет хранить флаг. Типбэк довозит флаг до собственной базы, продолжает движение по 100 метровке. Кроули погибает. 405 может вернуть, если никто не разрядится. Он очень близок к прикосновению и действительно происходит возврат на карте. Ну, действительно, на 2 и фокуса никакого нет. Вот сейчас Кроули, конечно, выдаст и должен его было сливать. Вилл не варлоз, но что-то пошло не так и Second. Отлично выдает там рельсу также Брок Беттер, который пытался. Но в итоге будет ли доставка? Ну, должна быть. Хотя есть вилл не варлоз. Если сейчас будет хороший фокус, могут даже не поставить. Одну рельсу выдать остается. Есть рельса, но есть... Еще два режима. Рома Форд Беттер и Вилл не варлоз находятся очень близко. В принципе, это упущение флага может прирасти в ответный лоз. Нужно отметить, что синие сейчас играют пятером на протяжении последних двух минут. Ну и в итоге, я не знаю, тут все, что мы в середине раунда, ну, ближе к концу точнее говорили, то что вот этот дроп отдавали, за счет этого они, конечно, и проиграли. Ну и по фокусу видно, что синяя команда отстреливает намного лучше. Вот можно заметить даже по УП, например, у Вилл не варлоз, он настрелял 2.17. Там... Очень подозрительно, что сейчас все красные масса уходят, я надеюсь, они продолжат соревнования, поскольку... В любом случае, когда команда проигрывает, я думаю, что никакой образом повода выходить нет, потому что... Это в любом случае опыт, да? То есть собрал коллектив, в любом случае это твичер, ты готов посвятить киберспортивному соревнованию. Так почему бы не отыграть? Да, в эмоциональном плане может быть какое-то напряжение, но все же можно принять что-нибудь от противников, не говоря о том, чтобы переосмыслить свои ошибки. Ошибки. Тем более есть трансляция, можно потом пересмотреть и конкретно увидеть со стороны, что где и как происходило. Да, действительно. А вообще, хочу отметить из красных игроков такого игрока, как Second Wind, очень большую работу он делал. Хорошо забирал постоянно ДДшки, тоже нитру забирал, обстреливал очень хорошо и тем самым, конечно, не давал даже иногда вот эти те самые ДАшки забирать. Ну и Барбеттер, который постоянно заходил в атаку и увозил. Ну вот сразу видно, вот эти два игрока, что-то их связывают. Но есть у них сыгранность, и они просто отыгрывают максимально. Конечно, есть и другие ребята, вот тот же Айвел Неверлос, который тоже хорошо в ДЭФе отыгрывал, я видел вот эти моменты. В общем, у них все хорошо. Если они также сыграют этот раунд, то, понятное дело, опять будет без шансов. Я надеюсь, что соберется у нас синий коллектив и смогут, ну, попытаются, пусть как-нибудь сыграть на нишью. Ну, достаточно. Главное, чтобы свой дроп не отдавали, а там уже и бороться можно было бы и за те же ДДшки на самом деле. Астрилайнов приел все-таки остались на карте, они готовы дальше бороться. И это главное. Крайне мере, они и флаг престижа в первом раунде поставили, а буду надеяться, что они все шики, которые были в первом раунде, возьмут его внимание и будут стараться контролировать и самые ДДшки, из-за которых они страдали. Говоря в основном дропе, а ДДшки, которая падает. Ну, в целом, нужно, конечно, посмотреть на позиционную игру и постараться поменьше зажиматься. Ну, на самом деле, тут, конечно, карта такая, что прям надо по фокусу в первую очередь превосходить, а после, конечно, и тот же дроп, который решает. Вот самое главное, те же ДД, вот очень многое решает. Ну, вот Долиты у нас уже произошли и сразу просто какой великолепный фокус был от красных игроков, но я не знаю, это просто сразу два респа, вот это, конечно, отличный фокус был. Да, и Рома Форд забирает вражескую водокачку, тем самым набереваясь с нее настрелить по противникам, Рейктор будет погибать, скорее всего, хотя почти 105-го можно выдать выстрел, чтобы создавать с росту противников битыми, но разряжается все-таки по баспу. В то время Second Queen пытается вести, Брабеттер будет подхватывать, но Successful, исходя из числа показателей жизни, обязан возвращать в этой ситуации. Пока что все довольно гладко проходит в себе их сторон, флаги на своих местах, но в тем временем попременно падают ДДшки, Кроули уже готовится одну из них контролировать, Second Queen заходит на ДАшки и И-3 на базе противника, и красные потихоньку выступают на вторую линию, дабы помочь в бозе. Да, вот есть у нас Second Queen, который заходит на двойных, но слишком много танков, даже если будет фокус помощи, точнее, для него, то все равно там не получится увезти. Ну и вот будет вторым темпом заходить Брабеттер. Вот сейчас можно пытаться увозить, там Сакас остается на одну, и если получится, то увезет. Но нет, есть отличный респ здесь у Васпика, поэтому пока непонятно. Ромофор залетел на ДДшке, также должен погибать. Смещается вниз, неплохо было бы забрать все-таки аптечку, но, ха, Саксессу промахивается, есть еще один выстрел данного игрока, Evil Never Lows проходит через нижний подъем, будет пытаться намереваться подхватывать флаг Ромофор, все-таки погибает, наконец-то, от выстрелов противника. Ну и вновь красные готовят атаку по правому флангу. Однако Evil Never Lows бейте, Second Queen нужно преодолеть значительную дистанцию, так что я думаю, синий флаг останется на своей базе. В то время ДАшка у синих падает, и Бро Ветер уже устремлен, дабы забрать все припасы, вот он, уж кто-кто, но он в данный момент обязан возить. Ну, действительно, Бро Ветер сейчас хорошо отжал ДАшку, и будет сейчас на двойных пытаться увозить, я бы сказал, даже не пытаться, а спокойно это делать, потому что... Сегодня Резон Аскидка подняла, на Нитре просто шествует по своим собственным респаунам, почти все синие отброшены, есть один выстрел, промах, два игрока только на карте находятся, еще двое респятся, но их этих сил не хватит для того, чтобы слить флагоноску. Есть доставка первого флага, восполнение коллектива Оулса, и Second Queen вновь подхватывает. Тут он должен погибать, два промаха по нему, но все-таки. Прилетает та самая заветная рельса, и флаг остается. Вот сейчас, конечно, будет там возврата на противоположном фланге, пока все нормально, там разобрали, конечно, но в дальнейшем я вижу, есть Вилл Неверлос, который заход возврата там не было, там был походу минус, я за этим проследил, и вот сейчас будет второй увезенный флаг, возможно, это будет доставка, но пока не точно. Сейчас будет, конечно, фокус лететь, но также есть у них проблемы, потому что Бро Беттер есть на ДДшке. Но на перехвате есть баг, который может сейчас зарешать, а нужен только фокус по крауде. Слишком далеко для возврата, и тут красные должны содействовать в том, чтобы возврата не произошло. Есть попеременные респауны вновь коллектива Оулс, и сейчас, попросту реализовав паровозик, они должны переместиться ближе с флагом к собственному флагштоку. А синие потихоньку пытаются пересырять оппонентов, довольно неплохо фокусе, но почти никто из них не доезжает до базы, для того, чтобы соприкоснуться с флагом. Ну и вот, есть ра доставка, есть также конвейер от Рома Форда, можно было... Ладно, там аптечка пока еще не упала, я думал, если бы упала, можно было бы отыграть от нее. Но вот тут он поторопился, конечно, но я думаю, со следующего респау кто-нибудь подберет флаг, и будет продолжать движение с ним. Дашечка тем временем опять отправляется в руки Second Wind, который уже готовится подхватывать флаг, если бы он там был. Сейчас, если пузли Рома Форда был кто-нибудь из противников, можно было сделать скидку, чтобы Second Queen увез. Порой такая обманка используется, но в принципе флаг находится в удобном положении, для красной стороны можно потихоньку продолжать свое движение, и, собственно, приближаться к доставке. Ну, в объекте стандартным пытаются вывести, с аксессу будет подхватывать на очень много выстрелов, а обоим их ракам подразумевают очень быстрый возврат. Пробатор тут вернет, ну, благородный может сейчас доставить, я думаю, вряд ли сейчас будет фокус, там многие игроки на респе и отвлекаются по другим целям, ну и также есть опять дашка у красных игроков, можно через нее отыграть и снова делать атаки, снова штурмовать. Вот, я не знаю, вот можно было выдвинуться синим игрокам, вот отфокусить сейчас Кроули, и можно забирать тоже доашку, почему нет? Можно же тоже на вражеском дропе тоже играть, тоже отжимать, и вот сейчас... Так и произойдет, ректор забирают, самую доашку ловят две рельсы и будет погибать, но все-таки при пасу на Джо. Нужно дать должное, через 105 минус я вел Неверлуз, продолжаю движение, я должна хотя бы одна рельса по нему прилететь, и Неверлуз продолжает свое движение. Ну вот есть фокус, конечно, выживает, выживает тут секонд, везение есть, но сейчас его сольют. Есть подхват от Брабеттера, на перехвате пока я никого не вижу, есть только один сейф, но и тот благородный, там, конечно, пока перестреливается, есть паровозик, и должна быть здесь четвертая доставка. Да, уфандер погибает, и Рома Форд вновь подхватывает знамя противников, совершая очередную яростную попытку увоза, падает бяшка у коллектива лайнов, рио, соответственно, они должны ее контролировать, реакция трестит, все время должен забирать, никого из красных, чтобы отжать, нету, поэтому, в принципе, есть неплохие шансы на попытку перехвата. Ну, вот есть 405, он сейчас правильно делает, что Кемберет пока фокусит, а главное не сделать ошибку, отлично выдает рельсу, вот только вот здесь Кроули зареспался, но и нету, нету вот никакой помощи от синих игроков, потому что, почему? Потому что есть секонд, опять на которой свои ДДшки делают очень грязные дела, надо вот, ну, зачищать первым делом, я думаю, респы, а потом уже настреливать по флагштоку, был здесь бак, который мог якобы как-нибудь вернуть, но нет. 405-й вновь выступил на респу противников, но очень быстро погиб, проект также отправляется на респа, но Рома Форд продолжает движение, ловит одну лицу, нужна еще, Кроули подхватывает, также нужен фокус, и не пытаются по нему отстреляться, если на рельса, но этого мало, и доставка вновь происходит на карте. Это у нас 5-й, доставленный уже флаг, и явные проблемы тут есть, конечно, ну и вторым, или десятом темпом, я не знаю, какой же там темп, заходит у нас Вилл Невердлуз, который будет сейчас увозить на своей великолепной метре, хотелось бы увидеть, как они бы увозили именно через низ, была бы интересна траектория, они могли бы себе это позволить, но пока, не знаю, именно сверху они все увозят, и, конечно, на одну рельсу здесь оставался Вилл Невердлуз, но благородный тут, конечно, доставит, и если снова опять-таки конвейера, бро бетер. Должны убить на этот раз, хотя Second Wind готовится переходить, но все-таки четыре синих игрока в этом сегменте обязаны удержать собственный флаг. Другое дело, что им самим нужно увозить, Crowley, к слову, на ДДшке опять фокусит противников, даже два ДДшных на респах, но это просто невероятно жестоко для синей команды, и ДАшечка также отходит в руки одного из красных игроков, Second Wind продолжает движение, тут попросту не останется кого-то, кто смог бы перехватить или вернуть, потому что два ДДшника это жестоко. Ну, тут уже, я думаю, не получится уже никак отыграться, поэтому, поэтому, да, все печально, конечно. Георгий Бо, привет. Да, Георгий Бо, добрый вечер, приятно сегодня видеть Рома Форд вновь пытается увезти. Дашка спадает, он все еще. Не поймал лицо со стороны синей, сильного коллектива, а Закцессуал только сейчас разрядился, флаг остается нам в подъеме? Кроме Пармы другой карты у нас не будет, то есть, всего будет четыре раунда, но если бы, если бы, конечно, забрали бы у нас именно в этом раунде у нас другой коллектив, то было бы четыре раунда, а так, они не забрали, тут забирают у нас, получается, ОВЛ-С, и в следующем, если они, опять проигрывают, вот, синие игроки, которые сейчас проигрывают, то это будет уже последний для них третий раунд, собственно говоря. 8-0, я думаю, тут не о чем больше говорить, я думаю, все понятно. Да, очень красноречиво говорит только сама эту цифру обо всем, в том числе о количестве раундов, которые будут в рамках этого матча. Ну что ж, в любом случае, коллектив Align они на этот раз, по крайней мере, старались контролировать донышку, то есть, они половину раз не забирали ее, за это большой респект уже, поэтому видим, что постепенно они пытаются устранить свои ошибки, посмотрим, что они покажут в третьем раунде, но все же, опыт игры, он в любом случае полезен. Ну и вот, девятая доставка тут последовала, и с таким счетом именно в этом раунде мы, конечно, и завершим. Тут, я думаю, добавлять не нечего, мы уже сказали, что было в первом раунде, ну и во втором это также все произошло, только еще хуже. Ухудшилась ситуация, ну и ни у кого на карте нету меньше у пэджа, чем единички именно у красной команды, а вот у синей, понятное дело, что единички даже не около явные проблемы. Я смотрю больше 60 и то у двух человек силу 0,60. Ну вот, перемещаемся смотреть третий раунд, который, возможно, будет уже последним в рамках этого матча. Ну, с такой-то игрой, наверное, да. Вообще, хотелось бы посмотреть именно Blitz в формате Lite, я бы хотел посмотреть. На парме. Это было бы интересно. Ну, на той же парме, почему бы и нет. Вот я бы посмотрел, например, как сбивает смоковод, или как Hunter заходит на двойных и пытается увозить, и также делать возврату. На самом деле, когда мы смотрели Domination Series, по-моему, стыковой матч был, или именно гранд-финал второй лиги, вот я точно не помню, именно там мы видели ту самую парму, и там было реально интересно наблюдать. То есть, карта, на самом деле, хорошая, интересная, если, конечно, есть на ней хорошие действия. Ну, сама карта не меняется, в зависимости от действий это важно. Команды их реализуют, реализуют пространство, которое им отведено в рамках матча, раунда, турнира. Солаживайся с тобой полностью и Русланом, который также написал, что парма карта шикарная, она действительно шикарная, великолепная, и в целом в порте команды в рамках аналогов и нет. Тут огромный массив прострелемой территории. По сути, перестрел противника, он решает все, потому что хп тут сведено на нет. Во-первых, за счет того, что дэшки всего выпадения две точки. То есть, очень глупо только танковать корпусами, не выдавая ответного дамага на базу противника. Нужен баланс, нужен фокус оппонентов, переменные отстрелы с тем, чтобы сдерживать на респах и для того, чтобы получать меньший ответный урон. Исходя из этого, отыгрывать дальнейшим. Эта карта действительно великолепно предполагает и возвраты, которые очень часто происходят на базах противников за счет того, что фокус позволяет сдерживать оппонентов и затем приближать ближе к базе и возвращать самые флаги. То есть, тут действительно необходимо одновременно искусственное владение, в данном случае рельсой, как платье, так и корпусом. Ну и, конечно же, контролирование ддшек и командное взаимодействие, что порою одна из самых главных составляющих игры. Ну, Боджев, это как бы у нас Блиц мы показываем и других матчей особо таких не найдешь. прям отличных, поэтому приходится именно вот это наблюдать. Но скоро у нас будет межклановый чемпионат, также будет у нас Sandstorm, и там уже бои, конечно, будут более динамичные, там будут различные форматы, будут, наверное, меняться те же карты, понятное дело, и за всем этим будет, конечно, прям интересно, я думаю, понаблюдать. Поэтому самое вкусное еще только впереди. Да, самое интересное впереди, но и к слову, я уже очень часто об этом говорил, но все же добавлю, что сами трансляции направлены не только на то, чтобы показывать самых лучших, мы показываем всех, для того, чтобы был баланс, было понимание того, кто как себя показывает, кто какую потенциальную позицию занимает, турнирных съездок, какие шансы есть, чтобы вы могли посмотреть 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 матч, и понять для себя, у кого есть преимущество, выйти в более высшую лигу, кто покажет себя лучше, хуже, и собственно у вас была целостная картина, поэтому в данном случае каждый коллектив имеет право на то, чтобы быть показанным и иметь свое время в рамках нашего эфира. А вообще, это даже к лучшему, что вот такой матч происходит, почему? Потому что можно, как ты говорил в начале раунда, разбирать вот эти ошибки за счет вот этой трансляции, то есть набираться опыта, смотреть, что не так, ну и в дальнейшем, понятное дело, исправляться, то есть наигрываться и делать уже по минимуму ошибок. Я думаю, наверное, как-то это вот так выглядит со стороны, если посмотреть. Ну и потом, понятное дело, уже как-нибудь подниматься. Пока надо, ну, хоть какой-то опыт набраться, смотреть, что делаете не так на карте, какие передвижения. Это, конечно, надо наблюдать. Что ж, синяя потихоньку выступает в атаку, уже два ДДшника располагается, на коллектива, кровли благородные готовятся к тому, чтобы фокусить красную сторону, реактор будет возвращать на секунд винт очень близко и, разобрав 405-го, при помощи благородного должны они уложить. Ну, вот есть, есть, да, секунд на нейтре, конечно, там сливают благородного, но и так же секунд, просто в минус кладут. Ладно, я здесь промолчу, ничего не скажу, а вот есть Will Never Loss, который будет вывозить, правда, ему надо было спрыгивать, зря он не трон на базе синих, секунд винт уже спешит подхватывать и чудные двойные припасы, тем самым располагая двойными шансами помочь своему коллеге в попытках увоза, будет подхват, соответственно, должен отвезти, хп ему хватит, одна рельса, проходит по нему, но нужно еще минимум три, дабы убить вражеского флагоносца. Романка не проходит, конфин продолжает свое движение, синий флаг тем временем остается на собственной базе, зерфандер и реекты пытаются сориентироваться на флагоносца, зерфандер, к слову, может вернуть, если никто не поможет, нету прострелов, остальная часть коллектива овулс находится внизу, и красная гроба там есть конвейер, там кроули увозят, и вот сейчас будут явные проблемы, еще секонд ддшный, можно расстреливать, на перехвате есть сейв, но там вилл neverlose, я думаю, посмотрит и разберется в дальнейшем, а главное сейчас флаг преспам вести, но пока не дают это красные игроки, они максимально сосредоточены на флаге, то есть они кидают туда по максимуму фокуса, и тут есть, конечно, подхваты, но они не могут двинуться, и за счет такого фокуса. Офандер превращивается в минус, флаг красных остается пока что на базе противника, благородные пытаются продолжить движение, пытаются делать обманку, но движется неуклонно к фишке, Successful будет пытаться перехватить, 405-й, также отстреливается, есть красные, которые могут добить секонд винда, прострел также имеет свое место, эти бэк приближаются для того, чтобы попытаться вернуть благородные, отстреливают ддшки. Ну и тут 405-й должен был ехать на Возрагу. Выезжали, ты абсолютно прав, он помешка, за счет отрезка противника, но все же он успел вернуть, реект подхватывает, будет спрыгивать вниз, но и попытка нестандартного возраста, конкретно отрезка, саландра, зрелец, флагоносца, более того, благодарный, опередил своего коллегу, и синий флаг остается лежать внизу. Ну, в дальнейшем он все равно вернется, пока довезут, я думаю, у нас синие игроки, ну и подхватывает у нас Неверлос, пока, конечно, есть проблема у красных игроков, некому давать фокусы, и флаг находится не там, где хотелось бы. Вот сейчас главное двойные коробки собрать на базе и слить водокачку. Есть слитый игрок, ну и тут надо только довести, при этом зачищая свои респы, вот сейчас может быть разратный, какая великолепная респа восполнения секондвинда, краулием подхватывает и будет довозить, тебе открывается, она очень быстро погибает, уфандер ничего не сделает в эпизоде и доставка первого флага имеет место на карте. Такой отличный восповод они взяли на межклану чемпионат. Ай-яй-яй-яй-яй. А столько надежд было. Но да ладно, не межклану чемпионат, так значит будет сеншторм для него. Но это мы, конечно, уже позже говоря узнаем. Есть у нас баг, который увозит, салют здесь краули и пока что будет, наверное, размен происходить. Если нет, вкусят у нас синие игроки. Фак остается пока что на своем месте, на котором его потерял предыдущий фагоносец. Рейктор должен возвращать. Тут краули пытается воспрепятствовать первая лица исходит от него, но поддержка с аксессула консертируется в возврат с самого флага. Синий лежит также несколько по отдали от базы данных игроков. 405-й подхватывать будет, по нему должны разрядиться противники. Одно лицо уже ловит, но все-таки довозят флаг за стеночку. Так, ну и вот здесь возврат успевает Вилл Неверлос, и в итоге пока что не получается. Вот, есть на противоположном фланге Кроули, он правда на одну рельсу, но если ему поможет Вилл Неверлос, можно даже что-то и сделать, но красные игроки все понимают, отлично стоят за препятствием, чтобы по ним не попадали, но есть, есть все же простарелые и, конечно, они будут страдать, а на противоположном фланге у нас баг опять увозят, и, как бы, конечно, нету никого на перехвате. Вилл Неверлос находится на базе противников и будет сбирать красный флаг весь Кроули на ДАшечке, который готов встречать своего союзника флагоносца 405-й вращается с флагом, будет хранить рейк, это если не потихоньку пытаются выступить полевой стороне на попытку возврата, ДАшник уже штурмует базу противников, значит, он будет пытаться реализовать хп, для того, чтобы вернуть, 405-й подхватывает, нужно две рельсы, Типбек вращается с половиной хп, Кроули сближается 405-й и есть возврат. Да, есть возврат, и не в первый раз вот так возвращают у них флаг, на самом деле, тут досадно, очень досадно, но есть еще две минуты, чтобы попытаться доставить два флага, но я не знаю, как надо отыграть, если сейчас они потеряют флаг, конечно, есть рельса, но там есть Вилн Эверлос, главное, сейчас не торопиться, потому что там есть перехват, нужна помощь, и есть отличные респы, главное, следить сейчас флагшток, Кроули все видит и будет зачищать, конечно, ну и вот сейчас есть большая возможность поставить флаг, слезть флагоносца. Да, Фандер делает великолепную войну рельсу по противникам, Кроули также прощается с пребыванием на Кранде, пытаются вернуть, но там еще отлично, просто благородный в прыжке, я не знаю, как Рэмбо в лучших традициях прыгает, и конечно же не будет здесь пока возврата, но есть конечно же у нас Васпик на дну, сливают его, есть фокус, пока непонятно, очень все интересно происходит, и вот сейчас будет возврат перед самим флагштоком, ну я не знаю, как можно было это пропустить. А теперь Оффендер готовится зайти на Диашки, на базу противника при поддержке 45-го, а также Тибега, которая отрезала со сливой стороны, в свою очередь благородная, уже увозит, довезет до водокачки, его встречает благодарный на Диашечке, а Оффендер пытается противоборствовать против Диффера, поддержки пока никакой нету, ловит последнюю рельсу, и перехват данной ситуации сводится на нет, благодарный, продолжает движение, и тут он скорее всего поставит, поскольку много показателей жизни, из Диашка, красная потихоньку тревется на респаун, хотя и пытается неплохо сфокусить базу противника в благородный, теряет остатки показателей жизни, но успевает прикоснуться к фэкштоку. Ну тут явно за 30 секунд не доставить тут никакие три флага, даже один флаг, это, я думаю, будет невозможно, ну и тут, конечно, это игроки все понимают, и тут, конечно, благодарят за игру, я надеюсь, что у нас красные игроки получили ценный опыт, ну и в дальнейшем будут пересматривать ту же трансляцию, ну и вот. Да, поздравляем мы коллектив Оул, заслуженной победы, в свою очередь, пожелаем команде Line of Rio дальнейших успехов на пути киберспортивного самосовершенствования, ну и я думаю, будем говорить ключик, поэтому открывайте сайт розыгрыша и вводите 8833 8833 8833